14-летняя девочка танцует стриптиз. Ко мне приезжали очень крутые, там Бентли, Мерседесы. Твоя популярность и попадание в светский пул в Москве, в первую очередь, это заслуга Ани Синакова. Сто процентов. Красивые, свободные девушки. У нас был первый год очень яркий после развода. У нас проблем с кавалерами не было. Дорогие букеты, дорогие поездки в Монако. Про бюджеты. Встречаешь олигарха, переезжаешь в дом на Рублевке. Он мог просто приехать и там за волосы просто вытащить. Он мог меня закрыть в туалете. Он угнал мою машину, но он решил меня шантажировать. Взяли карлика за яйца. Весь комплексом на пилоне. И съезжаешь, да. И задача все это красиво в прогибе. Ну давай попробуем. Вы теперь знаете обо мне все. Друзья, всем привет. Это новый выпуск программы без комплексов на канале Алицкая. Я сегодня со своей героиней встречаюсь в очень необычном месте. У шеста. Она называет себя первой женщиной на пилоне и обучает пол-дэнсу многих звезд, как Украины, так и России. И даже саму Ольку Бузову. У нее есть опыт как неудачных отношений, так и супер удачного замужества. Как близкой дружбы, так и полного разрыва с певицей Анной Седоковой. Это Варда Мартиросян. За что ее сильно любят и сильно хейтят, мы узнаем без комплексов. Пойдем встречать. Какая красивая девушка. Здравствуй. Привет взаимно. Ты тоже красотка. Всегда вижу тебя в инстаграме. Теперь наконец-то познакомились в реальность. И самое интересное, что мы малышки в жизни, а все думают, что мы очень высокие. Какой у тебя рост? 162, но я всем говорю, что 164. Я так же. Ровно 162. 164 всегда на каблучках. Варда, я тебя сегодня пригласила в студию с пилоном. Ты понимаешь, что в программе без комплексов никогда такого не было? Здорово. Я вообще, когда узнала о существовании твоей программы, я поняла, что рано или поздно я там должна быть. Потому что с комплексами борюсь уже давно и со своими и помогаю своим ученицам. Очень круто. Сегодня у нас будет разговор настоящий без комплекса. В случае, когда будет и мальчикам интересно посмотреть, и девочкам послушать. Я впервые перед интервью с тобой зашла. Ну, я действительно никогда не была ни в какой студии танца, ни в каком магазине, где нужно купить одежду для танца. И я впервые ощутила, что это. И ты знаешь, мне прям очень сильно захотелось с тобой станцевать. Здорово. Мне тоже. Стриптиз. Внимание, мужчины, стриптиз. Будем сегодня танцевать. Ну что, погнали? Погнали. Варда Мартиросян. 36 лет. Первая женщина на пилоне. Так она именует себя в инстаграм. В 2004 году победила в первом телечемпионате по стриптизу на канале СТБ. И вскоре стала звездой светской тусовки и лучшей подругой Анны Седоковой. Пресса обсуждала ее пиар романы со стилистом Сергеем Зверевым и певцом Виталием Козловским. А в реальной жизни девушка пережила болезненный развод с первым мужем, после которого решила переехать из Киева в Москву. Она посещала все звездные мероприятия в неизменной компании Анны Седоковой и светской львицы Натальи Рудовой. Но находясь в обществе суперсостоятельных и влиятельных мужчин, оставалась одинокой. Почему у магнетически сексуальной танцовщицы не складывалась личная жизнь? Какую драму детства она пережила, будучи шестым ребенком в многодетной семье? И почему прекратила общаться с Анной Седоковой? Узнаем у Варты. И вот мы встретились у пиона. Честно тебе скажу, я когда поняла, что я буду с тобой танцевать на пилоне, это было твое предложение, я сразу согласилась, но я поняла потом риск, во что одеваться. Я думаю, боже мой, я же не смогу так открыто. Я же не смогу. Вот такой вот купальник. Это же все комплексы, понимаешь? И еще плюс. Я после операции, я поправилась. Я думаю, господи, что же надевать, только не сетку. В общем, я взяла самое скромное, что у меня было. Слушай, ну тебе повезло, я не очень худая подруга, так что все нормально, мы будем смотреться гармонично. У нас, кстати, мужчинам вход воспрещен. И вот эта проблема, как бы что надеть, она прямо отпадает. Тебе не нужно там втягивать живот. Вот. Но, несмотря на это, девчонки сами для себя наряжаются, надевают что-нибудь красивое, кружевное там, с сеточкой, гетро и так далее. И туфельки, кстати, хорошие туфельки, одобряем. Мы танцуем именно в таких туфельках, потому что они позволяют развивать стопу, мягкая подошва. Честно говоря, для меня это вообще развеяние всех мифов, потому что я-то думала, что в этих стриптизерских каблах могу танцевать. Оказывается, что нет. Ну, мы сегодня по своей методике, как бы личной, нашей, авторской, так что буду тебя учить олдскульному полдэнсу. Начать мы должны с того, чтобы сделать тест, чтобы я поняла, что силы твоих рук хватает для того, чтобы себя держать. Ты подходишь к пилону. Ручками высоко-высоко, локти ровные, прям максимально высоко. И просто сгибаешь коленки, чтобы я поняла, держишься ты или поползешь вниз. Пойдет. Ну все, держишься. Итак, у нас сегодня с тобой танцевальная связка. Мы будем начинать, становимся правее от пилона. У нас будут шаги. Самое первое, что мы учимся, это ходить, прям как дети. Сейчас просто произвольно идем вокруг пилона, вот как тебе хочется. Хорошо, теперь будем идти, приволакиваясь слегка ножкой. То есть ты как будто бы вот трешь ножку об ножку. У тебя стоит сзади нога, вот она скользит. Да, выносишь сюда. И теперь выворачивая стопу, делаешь шаг. Шаг. Теперь вторая нога скользит. Выворачиваешь стопу, делаешь шаг. Отлично. Еще скользим, не отрывая ножку, прям по полу. Иначе будет такой эффект цапли. Поэтому мы скользим и шаг. Скользим, шаг. То есть ты его удлини, вот ты подальше прям шагнула. Тянешь, тянешь, подальше шагнула. И шагнула. У меня уже икры болят, горят. Казалось бы. Вообще просто проходка, только начало. Варта, вот как ты относишься к тому, что твоя популярность и попадание в светский пул в Москве, в первую очередь, да, это заслуга Ани Синокова? Сто процентов. Я просто в своей жизни не раз была номером два. И, допустим, кто-то это может пережить, кто-то не может пережить. Про Ани Сидокова я знаю, что вас связывало в прошлом времени, говорю, потому что у вас случился разрыв в отношениях. Но вас связывала очень крепкая дружба. Очень крепкая. Вот какую роль она сыграла в твоем становлении, в твоем переезде в Москву? И, в принципе, с чего началась ваша дружба? Наша дружба началась с того, что она прокомментировала в твиттере видеоклип наш дуэтный с Виталиком. Не оставляй меня, не уходи, любя, знаю, что будет снова больно. Очень много комплиментов мне сделала. Я сразу же ответила на этот твит. И Аня пригласила меня на концерт. Концерт был в Альмеке в Киеве. Я приехала на этот концерт с цветами. И Аня человек очень открытый и человек, который может очень быстро стереть границы. То есть вот такое чувство, ты ее видишь первый раз, тебе кажется, что вы знакомы всю жизнь. Вот. И реально вот мы посидели там отметить, она должна была уже через несколько дней улетать в Америку. Были еще какие-то ее подруги, с которыми тоже известные девушки, с которыми мы познакомились. Мы выпили немного вина и как бы болтали, обсуждали там, кто чем занимается. Я там какие-то видео с танцами показывала. И у меня тогда в квартире стоял пилон. И когда мы выпили еще немного вина, как бы почему-то мы решили, а почему бы не потанцевать. Я говорю, а поехали ко мне. У меня как бы пилон дома. И так у нас как-то эта дружба закрепилась танцем. Вот. Все девчонки поехали ко мне. Моего мужа тогда не было, он был в командировке. И у меня еще отдельные костюмерные. То есть, как бы когда мы приехали, мы там наряжали все в костюмы какие-то такие сценические. Вот. И мы крутились на пилоне. Одно из видео попало в интернет, там, где я стою на потолке ногами, в общем, на пилоне. Вот. И Аня говорит, ну все, готовься, ты теперь проснешься знаменитой. Естественно, там разошлось, сразу там новости, не новости. И вот мы как-то с Аней начали дружить. И у нее случился, ну, там, развод вот с мужем. И когда она уже приезжала сюда, ей особо даже негде было останавливаться. И так получилось, что она останавливается у меня. И мы стали... С Максом, да? С Максом, да. И мы стали, как бы, вот, общаться близко. Так как мой муж все время был в командировках, у меня квартира, как бы, свободно, пожалуйста. И она стала приезжать останавливаться у меня. Естественно, она меня брала с собой на какие-то съемки и так далее. И мы вот стали близко дружить. А буквально через пару месяцев я поняла, что, наверное, я тоже буду разводиться. И Аня еще говорила, надеюсь, это не из-за меня, надеюсь, я тут ни при чем. Так получилось, что я однажды пришла домой, а мой ключик не подходил к двери, потому что мой муж поменял замки. Он угнал мою машину, но машина была оформлена на меня, и он не мог ничего с ней сделать. Поэтому он решил меня шантажировать таким образом, что сначала ты перепишешь на меня машину, а потом я впущу тебя в квартиру забрать свои вещи. Вот. А там, кроме моих вещей, были еще вещи Ани и достаточно дорогие вещи. Я даже не знала, что дороже ее вещи или моя машина. Вот. Поэтому я была вынуждена пойти на его шантаж и вот так забрать только вещи наши. Вот. И, конечно, я все. Я осталась, ну, на улице. Расскажи о встрече со своим первым супругом. Были первые отношения, вот, в которых, как бы, я понимала, что он сильнее, он больше зарабатывает, чем я. Прям вот, ну, как бы, мужчина, то есть, главный. И, с одной стороны, вроде тебе это очень нравится, а с другой стороны, отчасти, потом это и становится причиной того, что, как бы, да, ну, какие-то конфликты появляются. Он был старше? Он был старше ненамного, он очень молодо выглядел, он был на 7 лет меня старше. Когда познакомился, я думала, там, ну, ему 27 максимум, вот, мне было 24, а ему 33, получается, было, да, на тот момент. Он был вот прям глубокий такой холостяк, который вообще не собирался жениться. У него очень много, там, романов было с очень яркими и известными, там, девушками. В общем, и появилась я в его жизни, и он понял, что он готов жениться. Муж меня поддерживал очень, я помню, как он мне говорит, давай мы тебе поменяем машину. У меня был автомобиль, когда я выходила замуж мой, он говорит, давай тебе поменяем машину. Я говорю, да, нормальная у меня машина. Я говорю, если ты хочешь потратить деньги, ну, какой-то сделать мне подарок, лучше дай мне, я хочу снять клип. Он был на всех съемках со мной, и когда с Виталиком тоже все эти сцены там такие постельные, можно сказать, снимали, он сидел рядом, контролировал, еще там подсказывал, советы давал. Но что не заладилось? Что не заладилось? Мы стали жить и на два города, Кривой Рог и Киев. Он там себя чувствовал королем, здесь он не чувствовал этого. То есть и даже где-то какой-то может быть страх того, что у меня здесь стало все получаться, и еще как бы он сам согласен был с тем, чтобы он ушел в тень, как бы, да, и я тут такая везде хожу, как будто свободная женщина, и мы, допустим, заходим даже куда-то, то есть люди думают, то ли это охранник ее, то ли водитель, типа, отойди в сторону, дай с Вардой поздоровайся. И как бы вот это все как-то стало давить. И у нас просто долгое время не получалось завести детей, и вот отчасти и это стало причиной. У меня там в голове не укладывается, да, когда там с мужчиной ты столько времени пробыл вместе, да, и он потом у тебя отбирает машину, закрывает квартиру, или это был какой-то острый момент? Это острый момент какой? Если женщина начинает не слушаться, вот, то есть я ничего такого не делала, но как бы это его, я думаю, обижалось, потому что он хотел моего смирения какого-то. Конечно, в этот момент себя хочется окружить женщиной, которая будет как бы заглядывать тебе в глазки и делать то, что ты ей скажешь. Так как он очень видный парень, какие-то такие дамы появлялись. И я, на самом деле, очень четко это почувствовала. Более того, мне даже сказали имя, ну, наверное, мне уже было все равно. То есть, наверное, когда ты внутренне отпускаешь человека уже, вот, вот так происходит. И просто как бы я говорю, давай как бы, ну, разойдемся. Ну и как у тебя состояние было после этих отношений? То есть ты говоришь, что ты просто... Я забита полностью. Я вообще замуж, я вообще не хотела. Я была разочарована. И, конечно, Аня очень важную роль сыграла. То есть она, мы и квартиру там совместно начали снимать, ну, как бы, когда она приезжала. Вот, то есть она старалась меня как-то вытаскивать с собой куда-то, ну, вот, по возможности. И где-то там выступить, там, еще что-то. Вот, то есть мы, ну, прям, да, мы друг для друга стали большой поддержкой. Ну, и это было очень классное, яркое время, потому что мы в итоге-то красивые, свободные девушки. У нас был первый год очень яркий после развода, какие-то путешествия совместные, веселье, вот. И когда ты переехала в Москву, по сути, она стала тем человеком, который тебя поддержала. Да, она тоже меня поддержала, но тогда не так часто бывала в Москве, как бы, но вот переехала уже я туда. То есть она стала туда тоже чаще прилетать на какие-то съемки, потом уже снимать квартиру. И мы все, как бы, вот ближе, ближе, больше и так далее. Потом она родила третьего ребенка. И на самом деле я же крестная сына Гектора. Вот, ну и честно, я уже понимаю, что я больше никогда не соглашусь быть крестной, потому что я дважды была крестной, и дважды у меня такая ситуация, когда я прекращаю общение. А с матерью, и, соответственно, как бы, теряю связь с ребенком. Как ты себе представляла жизнь в Москве? Ты, значит, сразу выходишь замуж за своего парня, или же, там, встречаешь олигарха, переезжаешь в дом на Рублевке, или ты живешь на окраине, в Чертаново, ну, то есть, и какова была реальность? И если здесь я жила жизнью такой уже звезды, которая посещает, там, красные дорожки, может зайти, там, не знаю, в любой ресторан, не бронируя столик, сесть за лучший столик, то в Москве, как бы, история совершенно другая. И поэтому, как бы, жизнь, она прям разделилась на до и после. Я спустилась в метро. Что я умею? Я умею танцевать, я умею учить других танцевать. И первая моя работа была, это был стриптиз-клуб, в котором нужно было обучать девочек, которые танцуют. И это была моя первая работа, у меня была фиксированная зарплата. Это 50 тысяч рублей. Я приезжала три раза в неделю в этот клуб и по три часа проводила занятия. Снять квартиру тогда стоило 60 тысяч рублей. Я жила у подружки на диване, и все эти 50 тысяч рублей я, по сути, тратила на продукты, потому что я испытывала какое-то чувство вины за то, что я не могу платить за квартиру. Я поняла, что мне нужно хотя бы как-то там продукты покупать, наводить порядок в доме, можно сказать, горничной быть отчасти. Ну и плюс, когда ты приходишь в клуб, где девчонки, а девчонки все ездят на классных тачках, они классно выглядят, очень ухоженные. А ты там приехал на метро, и реально у меня даже не было денег на маникюр и подрезать посеченные кончики, потому что в Москве дико дорогие цены. Ну то есть сделать маникюр там, я не знаю, там около 100 долларов стоило. Я такая, как вообще, что? Мне надо учиться делать маникюр, стричь себе волосы, я не знаю. Я была, если честно, уже в отчаянии. Мне сделали предложение выступать в этом заведении. Предложение было заманчивое, мне предлагали за вечер выступлений, то есть три номера я выступаю, и я получаю 50 тысяч рублей. Причем они были согласны, чтобы я там не раздевалась, то есть я просто танцую. Но тогда мы очень близко дружили с Анной Ситыковой, и Аня мне сказала, ты знаешь, у этого заведения не очень хорошая репутация, и ты просто потом никому не докажешь, что ты просто танцевала. Вот как бы это будет прямо на тебе такое пятно, крест как бы и все. А я, несмотря на то, что занималась такими танцами, всегда имела хорошую репутацию, и никто не может сказать, что где-то ты меня купил, пригласил там или еще что-то. И я ей сказала, что я в таком отчаянии, что я просто, у меня нет денег там подстричь себе волосы. Я помню, что она прислала мне с водителем деньги, и она говорит, вот тебе деньги, значит, запишись в салон, подстриги волосы, сделай маникюр, мы что-то придумаем. Вот, сейчас заплачу. И мы на самом деле придумали, она говорит, ты же столько умеешь, ты, типа, самая талантливая танцовщица, которую я видела, давай что-то делать, думать. Но меня так вдохновило, я подумала, подумала, почему бы не собрать группу через Инстаграм. Уже тогда Инстаграм развивался, у меня там около 20 тысяч подписчиков было. Вот, и я написала, что школа там танца, естественно, никакой школы танца не было. Это тоже наш один из лайфхаков с Аней был, типа, подделай это, пока ты не сделаешь это. Типа, притвори, что у тебя это уже есть. То есть я притворилась, что у меня уже есть своя школа танца. Я так понимаю, у тебя реально, да. То есть это прям наша фишка была, мы такие, давай сделаем вид, что у тебя уже есть школа танца. Так же, я так понимаю, и с одеждой у тебя было. Это так же было. Это вообще, берите прям эту схему, рабочие. Ну, главное только потом что-то делать в этом направлении. Объявляю в Инстаграме, Аня там как-то репостит, все это поддерживает. Я назначаю стоимость за это занятие там полторы тысячи рублей. Я нахожу зал, который стоит в аренду 800 рублей. При этом у меня в шапке профиля менеджер Дарья там записаться на занятия, а это я. То есть я притворяюсь менеджером Дарьи. Ну, потому что я не могу выдать, что это такая звезда, которая сама записывает. Да, я такая, здравствуйте, это Дарья, вы хотите попасть к Варде только по предварительной оплате. Там все очень серьезно, пилонов на всех не хватает. Вот, и так я начала вести занятия. Ко мне приезжали очень крутые девчонки с водителями, там, Бентли, Мерседесы. Ну, то есть прям очень крутые девчонки. И когда я выходила после занятия, ну, это мы сейчас дружим все до сих пор, и вот они рассказывают, говорят, мы хотели посмотреть, на какой машине приехала Варда. А я брала такой пакет, в котором у меня какие-то бюстгалтера, кусочки ткани, потому что я уже шить тогда начинала. И я такая, я на метро? Они такие, да ладно. Ну, то есть никто не мог поверить в то, что вот такая женщина, как вот девушка, там, может вот на метро приехать. И что я хотела сказать, что будучи вот такими обеспеченными, красивыми девушками, они были жутко неуверены в себе. И я понимала, что у меня всего этого нет, но я должна дать им эту уверенность. А значит, я должна быть сама уверенной. И я, ну, давала ее, и на самом деле они давали поддержку тем самым мне, потому что я просто не могла раскиснуть и расслабиться, потому что пришли ко мне люди, которые заплатили деньги, и, будучи очень красивыми, приехав на очень крутых машинах, вот они неуверены. И вот это меня вытаскивало. И, кстати, с одной из этих девушек, с одной из учениц, мы и открыли... Уже сегодняшняя студия. Я не раз записывала интервью с Аней и в Киеве, и в Москве. И вот, знаешь, вот такое вот, ну, наверное, это впечатление у каждого, да, кто с Аней общается, что она такая вот очень светлая, очень такая обаятельная, она обволакивает просто своим таким душевным обаянием, если можно так сказать, но говорят о том, что в жизни она более жесткая, то есть она более прагматичная. И вот эту вот жесткость ты замечаешь только тогда, когда ты ее уже глубже узнаешь, то есть она такая очень, ну, совершенно не такая, как кажется, на первый взгляд. Я думаю, что эта жесткость, она где-то посередине, а вот если еще глубже заглянуть, то она такая же добрая и обволакивающая. То есть это середина. Ну, вот я к тому, что насколько ты там заметила, не заметила. Я очень близко, ну, общалась с Аней, и я знаю ее, ну, очень хорошо, как и она меня. Она действительно очень добрый, очень ранимый человек. И, наверное, вот эта вот середина какой-то жесткости, грубости, она где-то проявляться, ну, просто должна, потому что иначе, ну, ты совсем не выживешь в шоу-бизнесе. Я ее знаю только с хорошей стороны. Самое удивительное, что когда меня спрашивают, почему мы перестали общаться, у меня нет ответа. Его нет, мы просто перестали общаться. Не, ну, как нет ответа? Ты знаешь, я, честно говоря, была очень удивлена, и я поняла, что для тебя эта тема действительно, ну, такая, ну, очень сокровенная и, ну, больная. Потому что вот даже когда ты отвечала у себя в Инстаграме, там, вопрос-ответ, ты очень даже развернутые ответы давала, и тебя действительно это волнует. И я думала, что сейчас мы встретимся, ты мне скажешь, конечно, есть, у нас была ссора из-за мужчины, там, или из-за чего-то. Не, мужчины вообще никогда, нет. На самом деле, ну, как мне кажется, когда ты на одной волне с человеком, у вас есть очень много общего. Был момент, когда наши волны немножко, вот, как бы, вот, ну, стали вот не вот так, а как бы вот так вот. И все, ну, то есть, может быть, как-то мы не перестроились на какую-то новую форму общения, не знаю. У нас была одна ситуация, мы были на дне рождения вместе, вот, и мы что-то вот, как бы, за столом поговорили, что-то, как бы, я была в плохом настроении, она была в плохом настроении, говорю, слушай, все, я пошла. Я встала, ушла, и больше мы не созванивались, и не разговаривали, и не общались. Потом через время я узнаю от своих подписчиков, что, а почему Анна от вас отписалась? И я такая, блин, что за бред? И, как бы, все. То есть, какой-то был еще комментарий с ее стороны про женскую дружбу, она там кому-то из подписчиков ответила. Я написала ей сообщение, говорю, ты, правда, ну, так думаешь, ну, вот, о женской дружбе? Она мне ничего не ответила, как бы, да, и все. И вот это последнее было мое сообщение ей. Я знаю, что сейчас она еще от нескольких наших общих подруг, с которыми она продолжала общаться там после нашего, так сказать, вот, как бы, прекращения общения, тоже отписалась. Чем это, как бы, обосновано, непонятно. Может, кто-то что-то сказал, хотя объективно сказать нечего, потому что я всегда была на ее стороне. Более того, я обзавелась немалым количеством врагов, потому что для меня все враги Ани, это были мои враги. То есть, я если дружу с человеком, то я дружу с ним. Вот. Хотя, как бы, эти люди мне ничего не сделали, но вот как-то так было. То есть, я за нее стояла горой всегда и буду стоять, на самом деле. А как в ваших отношениях? Вот, знаешь, есть, например, две девочки, обе красивые. Кто-то более популярный, кто-то менее популярный, да? Вот у вас было какое-то понятие вот этой конкуренции? Ну, на самом деле, конкуренции не было, потому что априори было понятно, что она, как бы, ну, если ты появляешься с Аней, как бы, то ты должен быть готов к тому, что в центре внимания будет она. Она высокая, она рыжеволосая, ну, то есть, она, правда, заполняет собой пространство. То есть, вот она заходит, как бы, и все. Но меня это абсолютно устраивало. То есть, да, возможно, как бы, когда я уже переехала в Москву, и, как бы, ну, у нас был случай, когда Аня мне говорит, слушай, я летела в Америку, и ко мне подошла стюардесса, и она говорит, вы же дружите с Вардой. То есть, она не типа, ты Анна Седокова, вы же дружите с Вардой. Она мне так нравится. Я говорю, да ладно, говорю, наверное, она была армянка. Она говорит, нет, блондинка, честное слово. Ну, мы смеялись по этому поводу. То есть, да, в какой-то момент, как бы, произошла такая история, что я тоже там стала немножко, как бы, набирать обороты. Меня там показали в вечернем Урганте. То есть, это тоже было такое достижение, что ничего, я себе, типа, тебя пригласили в вечерний Ургант. Это круто. Впервые в нашей передаче чемпион мира по полдэнсу Варда Мартиросян. Пожалуйста. Понятное дело, что мне очень помогала Аня. Если, например, я появлялась в Камеди Клаб, то, естественно, Анна Седокова вписывала меня как плюс один, гостья Вардануш Мартиросян, там, чемпионка мира по полдэнсу. Опять же, вы же понимать должны, как бы, да, вот и все зрители, что если тебя пригласили в Камеди Клаб, тебе дали микрофон, и ты начала нести какую-то чушь, то вряд ли, как бы, тебе еще раз дадут микрофон. Потому что в тот же Вечерний Ургант меня пригласили именно потому, что я, как бы, смекались-то с чувством юмора, давала какие-то ответы своим оппонентам. Потом меня пригласили в Камеди Вумен. То есть, это уже без участия Анны, но, как бы, после того, как меня увидели в Камеди Клаб. Вот. И также, потом, увидев в Камеди Вумен, меня пригласили на Вечерний Ургант. То есть, до сих пор мне спрашивают, сколько ты денег заплатила? Я говорю, ребята, ездила на метро, у меня не было денег. Мне даже, когда звонили организаторы, я говорила, ой, вы знаете, у нас там реквизит, вы не могли бы заварить, ну, Дарья, менеджер Дарья, я говорила, вы не могли бы прислать за нами автомобиль, потому что нам нужно ввести реквизит. То есть, я не могла сказать, что у меня нет денег на такси приехать к вам. Как бы, какой там купить эфир? Но, в любом случае, я очень сильно благодарна Ане. Правда, она мне финансово помогала, она мне какими-то знакомствами помогала. Может быть, это произошло из-за того, что ты, как бы, уже выросла, знаешь, ты, ну, оперилась, и ты уже почувствовала в себе вот эту вот уверенность, и, может быть, она это ощутила? Есть такой момент? Может быть, может быть, конечно. Но у нас еще, как бы, на самом деле, была такая волна. Мы поехали еще в совместный отдых, и вот на этом совместном отдыхе нам было уже очень сложно. Объясню, почему. Я, значит, ударилась очень сильно в ЗОЖ, вот, и я начинала свой день в 6 утра в спортзале. То есть, Аня, как бы, у нее долгожданный отпуск, когда она работает с утра до вечера, там, и все такое, как бы, ей нужно отдохнуть, то есть, она уже, как бы, на пляже с коктейльчиком. Вот, вечер, например, ужин, она хочет в пиццерию, я иду в рыбный ресторан. А мы реально отдыхали в отеле, в котором, как бы, это было 4 разных места. То есть, мы просто в прямом смысле, вот, шли вот так вот в разные стороны. Вечер, как бы, я проснулась в 6 утра, меня в 10 уже, ну, просто я хочу спать, а она хочет пойти на дискотеку. И вот у нас был уже вот такой совместный отдых, который, наверное, вот, показал, как бы, вот, просто уже, как биоритмы какие-то разные. Как знакомились с кавалерами, как происходило? Вкус отличался у вас друг у друга? Ну, да, наверное, да. Да, я думаю, что отличался. Ну, я же говорю, что если ты с Анной, как бы, то ты должен понимать, как бы, что все кавалеры будут биться за ее сердце. И так и было? Так и было. Но она правда, она очень яркая девушка. Причем даже иногда мы, вот, когда были за границей, то есть, не знают, что это Анна Сидокова, они понятия не имеют, кто. Но вот она выходит, как бы, вот эти рыжие волосы, кудри, все, как бы, все сворачивают шею. Ты как, вообще, знаешь, как... Слушай, ну, не нормально. У нас просто был обеспечен вход в любое заведение, где вот красная ленточка, туда никого не пускает, но ты идешь, идет Анна, и все, и ленточка открывается. Мне вообще абсолютно нормально. Ну, а когда тебе, возможно, понравился какой-то мужчина, то есть, она могла уступить в чем-то? Как вы делили, например, тех мужчин, с которыми... Вы же свободные девушки, которые ездят отдыхать, я же знаю что-то. Ну, я думаю, что мы разные, я думаю, что мы разные в любом случае. Как минимум, у нас разная была ростовая категория. А мне нужен был мужчина очень высокий, мне можно чуть-чуть пониже. У нас проблем с кавалерами не было. У нас вкус на вино был одинаковый, на кавалеров разный. Все хорошо, как в настоящей женской дружбе. Ну, получается, вы не общаетесь уже сколько времени? Так, дай подумать. Ну, много. Ну, лет пять точно, да? Ну, ты же стала крестная, ее сына. Крестная, и вот буквально, да, сразу, вон там год, наверное, был как бы и... И в принципе, как бы, да, то есть, ты даже не можешь ни позвонить, ни... Ну, опять же, это же, с одной стороны, это, наверное, какая-то гордыня. С другой стороны, это боязнь получить отказ. С третьей стороны, наверное, как бы понимание, что ты вряд ли положительный какой-то ответ получишь. Я думаю, что, может быть, что-то должно произойти. Может быть, я не знаю, я должна стать матерью, там, быть беременной. И она, наверное, будет в этот момент беременной, и я там ей напишу, вот, я скучаю по тебе. И как-то мы сойдемся на какой-то такой теме. Я не знаю, ну, как бы, я не исключаю. И очень хотела бы, чтобы мы имели возможность, на самом деле, проговорить, что каждую из нас беспокоило. И, может быть, если бы мы высказали, может, правда, что-то происходило там у нее, как бы, что я проигнорировала. И также что-то, что происходило у меня, что было непонято или понято неправильно. Ну, не знаю. Но я не исключаю того, что... Потому что у нас очень тесная связь была. У вас есть еще третья подружка, Наташа Рудова. Вы вот всегда общались втроем даже. Да, Наташа, на самом деле, уникальный человек. В этом плане я считаю, что она большая молодец. То есть она не делает врагов своих подруг своими врагами. То есть она продолжает общаться там и со мной, и с Аней. То есть наши дела – это наши дела, как бы. А вот мы как бы общаемся. У нее не так давно были съемки фильма. Главная роль у нас с Нагиевым снималась. Вот скоро будет премьера, и в кадре она носит нашу одежду. То есть мы ее одевали. И на все мероприятия, на дорожке красной, она делает макияж, укладку. У нас мы ее собираем. Наташа также общается с такой завидной невестой, с Настей Решетовой. И, ну, видно, да, что они вместе там проводят время очень много. Но транслирует в соцсетях то, что, да, транслирует Наташа. Это дорогие букеты, дорогие поездки в Монако, частные праведжеты. Насколько тебе близка вот такая вот демонстрация? Насколько близка тебе позиция? Ну, и, в принципе, вот такого рода интересы. Ну, тут момент какой, почему мы мало общаемся с Наташей, опять же. Я уже вышла замуж. И у меня уже, естественно, немножко другие интересы. То есть я еду домой варить борщ. Ну, как бы, а девчонки в Монако летят. Но это не значит, что лететь в Монако – это плохо. Если бы я была не замужем, я бы тоже с удовольствием летела с ними на этом самолете. Поэтому просто как бы уже немножко жизнь меняется. Это так же, как у кого-то появляется ребенок. Все, у меня нет подруги. Ты теперь кормишь кого-то грудью. Как бы я с тобой не дружу. Вот. Конечно, как-то меняется жизнь и меняется общение. Вот просто нужно уметь как-то это экологично переводить в какое-то другое русло. Там, поздравление с днем рождения, а не отписка как бы и какие-то негативные комментарии. Вот этому искусству надо учиться. У тебя есть свой личный бренд купальников. Да. И он очень успешен. То есть ты продаешь вот уже во многих. Да, вот это же Ким Кардашлин. Вот я только хотела сказать, что даже ты передала подарок Ким Кардашлин, когда она была в Армении. Да, с сестрой. Потом полгода мы продавали только красные купальники, такие как у Ким. При том, что она не выставила пост «Спасибо, Варда, за купальники». Прошло полгода. То есть, да, пресса это светила, потому что у нее под отелем было столько камер, что когда я пришла, меня тоже там знают, я шла и все скандировали «Варда, Варда». Я скрылась там с этими пакетиками, вышла без них, как бы, и все уже там за меня додумали, что Варда познакомилась с Ким, они там танцевали, как бы, ну, я не знаю, что они там... Ты знаешь, что меня поразило вот в этой истории? Вот твоя вот эта вот хватка и желание. Я просто вот когда слышала твою историю вот в предыдущих интервью, то, как ты за ночь, когда узнала, что приезжает Кардаш, Ян, ты за ночь просто пошила этот купальник, ты специально сделала ей... Иллюстрацию. Я понимала, что мы просто должны как-то выделиться, и я понимала, что сердце матери будет тронуто, когда она увидит рисунок с ребенком на руках, и вот они в одинаковой одежде. Ты специально отменила все свои планы, прийтила в Армению с этим пакетиком в ручной кладе, то есть это настолько такое большое желание. Ну, надо действовать, действовать. На самом деле, когда родилась идея вот сшить для нее купальники, нам же никто мерки не присылал, то есть я искала информацию в интернете, и как девочка я понимаю, что мне нужно было сшить ей такие трусы, которые бы и налезли на нее, потому что мы очень не любим кричать из примерочной, принесите размер побольше, но в то же время, чтобы они не оказались большими, чтобы она не оскорбилась от их размера. И вот они начали примерять, и они же примерили и сказали, мы хотим еще. И мне этот час будет, но организатор, естественно, как он может сказать, нет. И он мне звонит, так, везде еще, я говорю, так у меня нет больше. И он, как нет, я уже пообещал. И там тоже была интересная история, то есть я звонила на производство, у меня все швеи остались ночевать, все шили еще купальники. И самое сложное, это было передать, потому что любая доставка – это один-два дня. И я понимаю, что самый верный способ – это купить кому-то билет, кто прилетит вместе с этими купальниками. У меня особо денег как бы не было покупать, дополнительные билеты, расходы. И мне друг, ну, как бы понимая всю эту ситуацию, он говорит, давай я куплю, я оплачу билет, есть кто прилетит. Я звоню подруге, которая была моей ученицей, кстати. Я говорю, что ты делаешь, Катюш, ты была в Ереване. Она говорит, нет, а хочешь? Она, ну, да, в принципе, я говорю, я тебе покупаю билет. Друзья, а если вам также срочно нужно улететь куда-то, то ли это рабочая поездка, то ли отпуск, я вас прошу, не тратьте весь свой бюджет на перелеты. Я вам рекомендую Авиаселс – поиск дешевых авиабилетов. Ссылочку оставляю в описании под этим видео. Если ты не против, я хочу поговорить вообще, в принципе, о тебе, о твоем становлении как личности. Ты армянка, ты родом из Кривого Рога, то есть ты родилась в Украине. У тебя мама армянка? Нет, у меня отец армянин, мама у меня по национальности Марийка. Это ежкарла, монголоидная такая, да, немножко. Необычная, экзотическая. Как вообще протекало твое детство? Я родилась в городе Кривой Рог. Мои родители очень рано развелись. У мамы я один ребенок, а у папы нас семеро. То есть мой папа был не один раз женат. И я шестой ребенок по счету. Папа был эпизодически, но мама создала для меня такой образ Деда Мороза. То есть она никогда не говорила плохо об отце. То есть папа у нас хороший, папа красивый, папа замечательный. Папа приезжал в выходные, иногда бывало исчезал на какое-то время, потом снова появлялся. Ну, как бы вот он Дед Мороз такой волшебный. Но я знаю, что у тебя также был отчим, да? Да, у меня был отчим. Мама моя вышла замуж, когда мне было лет шесть, наверное. Вот, так получилось, что первой мамой, получается, ну, мой отец был армянин, а второй был грузин. Вот, так как-то получилось. Грустно вспоминать этот период. Это было семь лет, наверное, отношений. Мама моя всегда была очень сильной такой женщиной, которая могла кому-то дать совет, кому-то помочь решить какие-то проблемы, но сама свои проблемы она решить не могла. То есть отчим поднимал на нее руку, поднимал на нее руку, и, соответственно, мне тоже доставалось. То есть он в какой-то степени такой был деспот. Он не выпускал меня из дома, пока я не выучу 10 уроков по математике, 10 уроков по русскому языку. То есть я вот учебник проходила, там, я не знаю, школьный, за два месяца, как бы я его уже годовой проходила. Вот, и он мог прям дать подзатыльник, мог дать шалбан, то есть могла пойти кровь с носа, он мог меня закрыть в туалете. Вот, на самом деле сейчас, как бы вот о домашнем насилии такая, да, тема скользкая, но я почему могу о ней высказываться, потому что я как бы, ну, через это прошла. Я могу сказать, что точно есть женщины, которые выпрашивают. И отчасти моя мама, ну, как бы, я считаю, что была такой женщиной. И так как я, как ребенок, копировала ее поведение, ну, например, там, когда он говорил какие-то замечания мне, я говорила абсолютно голосом своей мамы, ты здесь никто, ты здесь не прописан, езжай в свою Грузию. Ну, и, соответственно, как бы, ну, маленький ребенок вот такое ему говорит, ну, конечно, тебе хочется заткнуть ему рот, как бы дать подзатыльник. Я не оправдываю его, но я и говорю о том, что я неосознанно копировала поведение своей мамы, а мама, не понимая того, как бы, ну, провоцировала его, как бы, да, а если еще человек перед этим выпил немножко, то он, как бы, уже не отдает себе отчет, он в этот момент прекращает перед собой видеть женщину. Мы нас выгоняли на улицу босиком зимой, мы бегали по стеклам вокруг дома. Я помню, как мы залезали к соседке, она спускала табуреточку, на табуреточку подсадить, типа меня, ну, то есть босиком в пижаме, вот зима, мы такие, бежим вокруг дома. Ну, то есть прям было весело. Я помню случай, когда он меня сильно побил, у меня пошла кровь из носа, я над книжкой читала, типа я сонная была и, типа, плохо читала, медленно. Мне дал шалбан, получается, у меня пошла кровь, вся книжка в крови, блузка белая в крови, и ребята соседские услышали, что он меня бьет, и вызвали милицию. Вот, и когда милиция приехала, я, они меня застали за стиркой своей рубашки, то есть он пытался следы эти как-то скрыть. Кровь тут идет, вата торчит. И они его забирают, но так как нет никого взрослых, чтобы написать заявление, его там через несколько часов там отпускают, то есть нет оснований его задерживать. И он переходит, и еще более злой говорит, ну что, ты думала, меня, типа, забрали? А нет, я тут. Сейчас ты у меня будешь читать. Ну, то есть это такое. Я на самом деле обо всем этом вроде как с улыбкой, ну, наверное, это как защитная функция организма. Вот, и меня спасало наличие дневника. У меня был дневник, и в этом дневнике я писала вот все, что со мной происходило. Я просила там как-то помощи Бога. Я просила даже Бога простить его за то, что он так поступает. Ну вот не знаю, откуда у ребенка вот это все было, но вот такой какой-то способ был. А как ты с мамой это обсуждала? На самом деле у меня сейчас с мамой как бы вот конфликт. Мы сейчас в настоящий момент не общаемся. Опять же, у меня свои какие-то проработки тоже идут, потому что много было всего какого-то там непрощенного, прощенного. Просто не все могу озвучивать из уважения к ней. Я, с одной стороны, я ее оправдываю, она не могла справиться со своей жизнью. Она не могла справиться с этим сама. Вы даже не проговаривали с мамой вот этот момент, что, мам, может быть, давай примем какие-то меры, но мне больно. То есть ты же наверняка, вот, ты была тогда одна с ним, да? Когда случилась вот эта ситуация? Не знаю, мне кажется, я как будто норму воспринимала. То есть была некая зависимость, скажем так. То есть объективную реальность она не видела. А я была слишком маленькой, чтобы оценить, это нормально или ненормально. На самом деле плюс-минус как бы в каждой семье была какая-то такая история. Бросил папа маму, папа бил маму, папа пил там как бы. Ну вот как-то это как будто было бы немножко нормально. Я помню, что у меня на папу была обида, что он на какой-то период прям исчез. Он вообще не приезжал ко мне. Там год это было или два, я сейчас не вспомню. Но я вот надеялась, этот Дед Мороз сейчас придет и спасет меня, заступится. Сейчас он отчиму что-то расскажет. Ну вот так. Жизнь у нас поменялась в лучшую сторону. Но только тогда, когда он исчез. Все, я не знаю, где он, что он. Мы продали свою квартиру очень удачную. Получается, как бы сделали обмен. То есть мы попросили нам взамен этой удачной под бизнес-квартиры купить двухкомнатную, ну там на пятом этаже. Вот. И получилось так, что мама моя ушла жить со своим третьим мужем. А мне было 14 лет. Я взяла матрасик и ушла в эту новую квартиру жить одна. Вот я когда смотрела интервью, какие-то вот твои предыдущие, мне так было удивительно, что в 14 лет ты... Это было счастье вообще. Это было счастье избавиться от всего этого. Это было счастье. Ну на самом деле, ну как бы это было прекрасно. Единственное, что как бы, если мне не удавалось как-то заработать денег и у меня не было, я могла прийти попроситься там поесть просто. Вот чтобы поесть. Вот сегодня у меня нет себя накормить. Я хочу поесть. Вот я пришла пообедать, например. Ну у тебя есть какая-то обида, да? То есть непроговоренная еще до конца. Конечно. Вы же из-за этого, ну то есть плюс, наверное, из-за этого. У меня сейчас вот была встреча с мамой. Я очень хотела проговорить с ней. Просто вскрылись какие-то вещи. Сейчас в Киве? В Москве. Нет, ну не жмам в Москве. Да, то есть у нас была встреча, как бы на которой я хотела что-то ей проговорить. А она меня не услышала. Она развернулась и ушла. Как бы она в позиции жертвы. Она не осознает и не понимает как бы всего, что произошло. Я думаю, что ей нужно еще время. Вот. Потому что мы все эгоисты. Мы как бы все это... Ну так. А вот какой бы ты главную ошибку не допустила, если бы ты была в роли мамы на тот момент? Трудно сказать. Я не хочу осуждать. Я не знаю, какой я буду мамой. Конечно, мне кажется, каждый старается быть лучшим родителем, чем были родители его. И как бы ты не воспитывал ребенка, ему всегда будет, что психологу рассказать. В целом, я довольна тем, как сложилась моя жизнь. Я понимаю, что это меня сделало тем, кем я сейчас являюсь. Что где-то я добрее, где-то я сильнее, где-то я упертый и так далее. Опять же, я понимаю, что я так сильно похожа на свою маму. Но из-за того, что мы сейчас в конфликте, и мне кто-то говорит, ты так похожа на свою маму, и я прям злиться начинаю. Такой, нет, только нет. И мне казалось, на самом деле, что я все простила, все забыла. Ну, то есть, как будто даже и прощать нечего, типа ничего не помню. Но, как оказалось, то есть сейчас это, ну, вот триггерило мне некие наши отношения. То есть мне показалось, что мама вылезла мне на голову. И что, видимо, надо вот сейчас это остановить и как-то с этим бороться, чтобы дальше мы смогли продолжить нормальное общение. Сколько лет вы не общаетесь уже? Нет, мы не общаемся буквально, вот, может быть, пару месяцев. У нас так случился, да, конфликт такой, который вот это все поднял на поверхность все бурлящие какие-то моменты. Вот опиши вот эту вот девочку, 14-летнюю, которая ушла, скажем так, из дома, начала самостоятельную жизнь. Наверняка у тебя была масса комплексов. И от каких ты избавилась, от каких еще до сих пор нет? Так, комплексы. Ну, у меня были комплексы не относительно внешности, а скорее, наверное, своего финансового положения и какого-то статуса, что я вот там без папы, вот у меня нет денег, там что... Ну, вот скорее такого плана. То есть в плане внешности комплексы, они стали позже появляться, потому что всякие люди неправильные могли что-то позволить себе высказываться. Мне на самом деле казалось, что у меня все так классно, ну, в 14 лет жить одной. У тебя квартира, ты живешь одна. Это прямо очень круто, мне все завидовали. Более того, я считала, что у меня супер-классная мама, потому что она мне все разрешает. То есть мне разрешали курить. Ну, то есть я курила. Я начала курить, я бросила курить там до 18 лет, поэтому тоже шучу, что все уже в 18 бросила. И мне казалось, что все супер и все классно. То есть если я могу прийти с мамой и покурить сигарету, я не знаю, классно же. У кого такая мама крутая? Ну, вот. Потом осознание приходит позже, что, наверное, это неправильные взаимоотношения. Все-таки мама, это должен быть старший человек, пример для тебя. А ты не можешь себе позволить вести себя с ней, как с подружкой. Мама не подружка. Вот. И мы, наверное, тогда как-то вот эти роли поменяли. А сейчас у меня, например, чувство абсолютно такое, что я старше своей мамы. И это тоже неправильно. Я очень хочу стать этой маленькой девочкой и смотреть на свою маму снизу вот наверх с уважением и восхищением. Вот. Так что мне тогда прям нормально было. Как развивалась твоя карьера? Я знаю, что ты, в принципе, изначально была на цирковом, да? Я занималась цирковой студией, да. Будь циркачкой это была мечта моей мамы. Я о ней слышала, и вот маме не удалось исполнить эту мечту. И я говорила, что мама, я исполню твою мечту. Она мечтала быть воздушной гимнасткой. Я так шучу, что я тоже на железном канате выступаю. Первая моя подработка была на летние каникулы. Я пошла работать официанткой в кафе в Кривом Роге, парк Богдана Хмельницкого он назывался, не знаю, как сейчас. Я работала, получается, рядом было другое заведение, в котором был первый в городе стриптиз. У нас, кстати, поваром работала женщина, которая тоже, она в прошлом была артистка цирка, на лошадях выступала. И она говорит, пойдем посмотрим, типа. И мы пробирались, получается, такой защитной сеткой было натянутое это кафе. И мы как бы за кулисы, ну, как с задней стороны, получается, выходили, там весь персонал, повара, официанты, барбаны, стояли посмотреть стриптиз, когда начнется. Мы смотрели, то есть, как бы это все было очень так примитивно по сравнению с тем, что сейчас происходит. И девчонки там не были какие-то суперподготовленные. И мне эта повариха, которая цирковая, она говорит, слушай, ну ты-то ногу повыше поднимешь, смотри, как она там плохо, еле ползет. Ну, я так сижу, вернее, стою, смотрю, думаю, ну да, наверное, я бы смогла так получше. Но сама я не представляла, хватит ли мне смелости выйти вот так в трусиках, там в белье, вот танцевать. Потом, значит, я ушла с этого заведения, и рядом, получается, было вот это заведение, где танцевали. И так как у них была шоу-программа, я подумала, вдруг им нужны артисты, я сейчас приду тут такая со своим цирковым номером. И я пришла, как бы мне говорит, переходите на просмотр. Я та-та-та, та-та-та, там что-нибудь сделала, короче, в чешках такая, с гулькой. Выступили, говорят, о, ну что, прикольно. И, получается, стриптизером платили 10 гривен, а мне платили 5 гривен. И когда уже все клиенты расходились, я там что-то крутилась на этой трубе, у меня стало получаться. Вот. И потом мне как бы решили дать номер, ну, типа, на трубе. А там у них еще была такая схема, что выступающие они не раздевались, то есть они в белье танцевали. А вот если отдельно кто-то придет и закажет номер, типа, с раздеванием, вот тогда да. И получается, что меня поставили в шоу-программу, и я танцевала, не раздеваясь, на пилоне. Вот. И уже 10 гривен получала. Это прям больше. В два раза. И я, получается, танцевала, танцевала, как бы начала развиваться. Плюс я как-то оформляться стала. Я как раз завязалась с профессиональным спортом, у меня как-то грудь появилась, потому что вначале я была вообще как подросток. А то есть там пухлые губы, там вот как бы волосы уже как-то там все. То есть я как-то стала преображаться уже в более женственной. И я выбрала себе псевдоним. У меня был псевдоним Черный ангел. И прошел слушок, значит, что вот там есть девушка, Черный ангел, она так круто танцует. И стали приходить клиенты прямо на мои выступления. То есть люди спрашивали, будет выступать Черный ангел или нет. Но это было с раздеванием или без? Вот в этом заведении без раздевания. То есть чтобы заказать танец с раздеванием, это нужно было заплатить отдельно деньги. То есть если ты условно платишь там 30 гривен, то будет сейчас вам танец с раздеванием. Единственное, чего я не делала, я не танцевала приватные танцы. Потому что я встречался со своим молодым человеком. И тоже забавно. Так что я у него спрашиваю, говорю, почему ты мне не запрещаешь? Потому что у всех была история про то, что парень запрещает. И он говорил, что у меня талант и что я не могу тебе это запретить, потому что ты об этом пожалеешь. Вот что-то он во мне такое видел. И благодаря ему я не перестала заниматься. Мы 5 лет встречались, и я стала чемпионкой, будучи с ним в отношениях. Он спортсмен в прошлом, тоже он на самом деле очень помог мне победить в этом конкурсе. Потому что там такая психологическая подготовка тоже очень нужна. И получается, что меня стали приглашать в другие заведения. То есть каждые выходные какие-нибудь клубы устраивают тоже шоу-программы. И меня стали приглашать. Там один клуб, другой. И уже дошло до того, что я за вечер могла объездить там 3-4 заведения. Потом мы поехали с моим молодым человеком отдыхать в Крым. Я вылезла там поучаствовать в каком-то конкурсе. Мне тут же дали визитку. О, боже, что это такое вообще невероятное. Приезжайте к нам в следующем сезоне работать. И в следующий сезон я такая, приезжаю в Алушту с этой визиткой. Такая, здравствуйте, я у вас в конкурсе участвую. Меня пригласили. Мне такие, ну, приходите, посмотрим. Вот. И я пришла, получается, там тоже была такая интересная схема. Там не платили артистам деньги. То есть артист сам должен был идти собирать чаевые. Я такая, как вообще? Что это такое? Ну, то есть я не работала в стриптиз-клубах. Я работала, ну, по-другому немножко. Вот. То есть пришлось тоже там бороться, ломать эту систему. И я придумывала различные способы вообще, как можно собрать чаевые. Значит, если ты подходишь к столику, и тебе первый столик дает чаевые, это означает, что все следующие столики будут делать так же. Им просто неловко. Типа, эти дали, значит, я тоже должен. Когда я раскусила, значит, эту схему, я поняла, что во что бы то ни стало, мне нужно с первого столика получить чаевые. Я подходила, танцуя. Я говорю, вы знаете, тут такое дело. Если вы сейчас мне не дадите чаевые, то мне никто не даст. Вы сейчас мне дадите деньги, на обратном пути я вам их верну. И люди просто от вот наглости, как бы юмора и всего такого, они просто доставали, давали мне деньги. Я шла, собирала деньги дальше, возвращалась на обратном пути, отдавала двадцаточку, говорю, спасибо большое. И заходила. Доброе утро. Вот таким образом я зарабатывала больше, чем остальные. Это я называю армянская схема, армянская смекалка. И так я стала в Крым ездить каждое лето, 4 года подряд, по 3-4 месяца в году и находилась в Крыму. И там очень сильный был рост. И я за сезон могла заработать. 2000 долларов заработала. Ну, за 4 месяца, то есть я там копила. Первая твоя зарплата и вот какой самый высокий гонорар был? Самый первый за выступление 5 гривен, если именно за танец на пилоне 10 гривен, мой предел в плане выступления на пилоне, наверное, это было 1000 долларов за 3 номера. Больше не платили. Но я когда приезжала с этих заработков, я чувствовала себя просто как поле чудес, когда у тебя там 3000 баллов и тебе нужно выбрать призы на эту сумму. Я такая куплю стиральную машинку, микроволновка, спортивный костюм, Адидас. Ну, то есть вот так. Ну, это были прям неплохие деньги. И, кстати, помню первый свой визит в Москву. Тогда я приехала, у меня было 2000 долларов, мы спустились в охотный ряд. И мне казалось, что я со своими 2000 долларов ну просто могу купить Москву как бы. И когда я спустилась, я увидела, что бывают сумочки за 2000 долларов. Я просто обалдела. Я такая, это же сколько, надо еще работать. Естественно, я ничего не купила, но я просто обалдела. Я даже не знала, что такое бывает вообще. А вот скажи, маленький городок, да? Ну, достаточно, да? Небольшой. То есть вот это там некий кривой рок. И 14-летняя, 15-летняя девочка танцует стриптиз. Ты же понимаешь, для людей это такой себе момент. Вообще нет. Ну, я думаю, что соседи как-то вот прям так сильно не вникали, особо не знали. Как бы огласку это получила, на самом деле, уже когда был чемпионат. То есть мне было 18 лет, я стала чемпионкой Украины по стриптизу. Так назывался проект. Это был телеканал СТБ. Этот проект смотрели, ну, все просто. Я не знаю, и бабушки, и дедушки, и мамы, и тети. Ну, то есть я шучу, что у меня уже там второе поколение подрастает, потому что вот мне сейчас 36 лет, 18 лет тому назад. Вот. Очень много людей меня до сих пор помнят именно с чемпионата. И тогда на меня свалилась всенародная любовь, неосуждение, неоскорбление. Это удивительно, правда. Я сейчас говорю, у меня мурашки по телу. Любовь, я не знаю, со всех сторон, правда. Я себя настолько чувствовала, вот, любимой, известной. То есть ты никогда не комплексовала по поводу того, что, ну, понятно, что я там это где-то в какой-то степени для денег. Нет, конечно, комплексовала. Мне казалось, что я там, ну, замуж не могу нормально выйти, потому что я тут вот как бы, ну, таким вот, как бы вроде занимаюсь с другой стороны. У меня была очень хорошая репутация в том плане, что никто не мог сказать, что я где-то там чего-то еще кроме танцев делаю. И это тоже, ну, важно. Более того, я скажу, когда я в Ереван приезжаю, я себя чувствую любимой, чувствую себя звездой, ну, то есть прям вот очень ко мне много людей подходит на улицу. У меня там было три сольных концерта три дня подряд, 7, 8, 9 марта. У меня были забитые залы, и ко мне приходили семейные пары. Такие, мы с вас, женой, очень любим. И это, конечно, дорогого стоит, потому что танцевать, как бы, и работать вот в таком откровенном жанре, и при этом оставаться для женщин, как бы, да, не конкуренткой такой, с сучкой на трубе, крутиться мужу, глаза закрою, а вот именно мы пойдем с мужем посмотреть в арду, и это прям дорогого стоит. Что у тебя происходит в директе? Вот, ну, наверняка, там присылают дикпики, какие-то предложения. Нет, никогда вообще, ни одного, серьезно, клянусь, ни одного, представляете? То есть какие-то непристойные предложения, Варда, нам так нравится, как вы виляете ягодицами, а давайте-ка сходим куда-то. Нет, ну, предложения непристойные, конечно, приходят, а вот до фото не доходило. Непристойные предложения какие были, какого рода? Ну, там, типа, пошли на свидание или там в грубой форме я бы тебя вот так и вот так. Возможно, были у тебя случаи, когда ты танцевала, а мужчина уже возбуждался и уже там, чуть ли, не снимал себе одежду и штаны. Было такое? Ну, нет, такого не было. Я, видишь, я не танцевала в приватный танце. То есть вот у меня как бы такое табу одно было, и оно, наверное, меня как бы ограничило от всего. Ну, ты же выходишь на сцену, ты танцуешь достаточно откровенный танец, ты подросток, Смотри, я 5 лет встречалась с молодым человеком, который ходил со мной на все мои выступления. У меня даже был случай, как бы Кривой Рог такой, знаешь, бандитский город, и там, ну, вот разные есть райончики, и я помню, что было одно заведение, владельцем которого там какой-то авторитетный человек являлся, и поговаривали, что он мог просто приехать и там за волосы просто вытащить любую, которая ему понравилась, против воли. И я помню, я так жутко боялась, то есть вплоть даже до того, что если мы знали, что кто-то из таких людей пришел, никто на сцену не выходил. И там был стол, как бы, за которым сидели вот эти вот какие-то такие серьезные люди. И я помню, как однажды ко мне заходит арт-директор и говорит, Варда, тебя зовут вот за тот самый стол, тебе нужно туда подойти. Я говорю, я не пойду. Он говорит, это не вариант, то есть тут отказать, надо идти, ну, то есть как бы иначе их просто отведут. Я иду, у меня просто вот, ну, шок как бы. Я думаю, ну, все, сейчас как бы готовься вот ко всему. И мне, типа, садись. Такая, ну, что там, как там, вот это там. А ты встречаешься, типа, там, с парнем, каратистом. Я говорю, да. Вот. Он такой, это тебе. И так мне 50 гривен. Я такая, я не возьму. Он, типа, бери. Если кто-то обидит, звони. Я такая шок. То есть просто вот эта репутация, то есть знает, что есть девочка, вот у нее парень, да, она танцует, но она уходит всегда домой после работы, а не куда-то, никогда на столе не пляшет, не пьет там. То есть даже вот эти люди, они были как защитой для меня. Но это удивительно, правда. Вот. Поэтому как бы меня это все обошло как бы стороной. А уже позже, когда там, ну, у тебя статус там свободной девушки, даже мой муж, например, он же тоже из Кривого Рога, он бы ни в коем случае не женился на мне, если бы не проверил все источники. Вот как вот мужчина, который, значит, стоит за кулисами, его девушка на сцене. Эту девушку, по сути, хотят все в этом зале. Да, да. И видят с тобой домой и варят тебе борщ. И ее видят все в обнаженном виде. Да. Вот он ни разу не усомнился в том, что это правильно ты делаешь. Так удивительно, что когда ты в этом находишься, ты не понимаешь, правильно или неправильно. Я, например, свое обнаженное тело на тот момент, я воспринимала его как продолжение костюма, вот как волосы, как ресницы. То есть моя обнаженная грудь это часть моего костюма. И твой парень как бы воспринимает это как продолжение твоей работы. Мы же когда познакомились, я уже танцевала, и он был в числе моих поклонников, которые приходили и смотрели на меня. И он не мог мне это запретить. Вернее, он мог, но он не хотел. И я ему за это благодарна, потому что по сей день пилон для меня является способом реализации через разные, как бы, да, способы, но тем не менее. То есть я шучу, что вот у меня с пилоном самые долгие отношения вообще в моей жизни, и что пилон это как мужчина. И в принципе я сейчас к танцу на пилоне отношусь не так, как к этому относятся там спортсмены, участвующие в соревнованиях, там или просто, то есть это как, ну, партнер, это как мужчина. Вот мы его трогаем, мы его обнимаем, он нас отталкивает, подтягивает. Я его даже как-то боюсь. Ты весьма возле него, я отнюю. Он друг. Чем ты ему обязана? На самом деле я ему всем обязана. И вот сейчас очень модно в шапке профиля писать о себе что-то очень важное и главное. И я думала, что же вот, что главное? Я поняла, что в шапке своего профиля я напишу первая женщина на пилоне. Я так и сказала. Да, поэтому, как бы, это прям точно моя история. Я была первой чемпионкой Украины. Официально я являюсь первой чемпионкой России. Я была таким первопроходцем. Вот. Я такая уже как бабушка полдэнса. Если говорить о таблице элементов, да, трюковых, есть мировая таблица и в этой мировой таблице есть элемент, названный моим именем Варда. Хотя трюков придумала я гораздо больше, чем один. Но вот, как бы, на сегодняшний день один в таблице точно есть. Как твои отношения развивались потом вот с мужчинами? Я выиграла чемпионат. 18 лет мне было. Мне предложили контракт телеканал СТБ. Меня должны были делать телеведущей. Вот. И я, ну, понимала, что я не могу оставить своего молодого человека. Что он в Кривом Роге. У него вся работа связана с этим. И я решила остаться. Ты осталась? Я осталась в Кривом Роге. Я не переехала. Я осталась в Кривом Роге. Еще три года сидела. А потихоньку моя, как бы, популярность уже, ну, утихала. То есть, так более спокойно это все было. Вот. И в 21 год, как бы, наши отношения прям зашли в тупик. И я поняла, что у меня нет, как бы, дальше как развиваться. Что я сделала? Я открыла там школу. У меня было 19. Вот сразу после чемпионата я открыла школу. Я сняла помещение, 30 квадратов, поставила там один пилон. У меня даже в голову не приходило, что эти могут одновременно там семь человек или шесть танцевать, вот заниматься, как сейчас это, да, в студиях. То есть, я ставила один пилон, вот я на нем показала, ты повторила. Вот такие у меня были занятия индивидуальные. То есть, такое ремесло, как бы. Танцевать на пилоне это адский труд. То есть, у тебя просто руки в мозолях, они горят, гудят, как бы, они красные. Вот если ты проведешь там 5-8 занятий, представь, ты просто трех, ну, это как бы сложно. Во-первых, я поняла, что мне получается учить, преподавать, что у меня это как будто вот с прошлой жизни. Я знаю, я прям вижу, как помочь человеку, я даю ему уверенность, я это все могу. Но я поняла, что я так многому хочу еще сама учиться, что, наверное, я вернусь к этому позже, а сейчас время поучиться мне. И я просто принимаю решение, что я хочу уехать в Киев, я хочу поступить в университет, я хочу быть актрисой, там, артисткой и так далее, что мне нужны вот какие-то такие знания. Я поступаю в университет культуры на бюджет, вот, и переезжаю в Киев, и мы разрываем наши отношения. Когда я пришла в институт, я помню, что на первом курсе нас садили на стульчик и спрашивали, зачем вы сюда пришли, какая у вас цель. И я помню, что я говорила, я мечтаю сделать свое шоу, в котором я бы и танцевала, и пела, что вот эта смесь такого какого-то мюзикла и на современный лад. Цель была достигнута. Моим пиар-директором была Юла, я думаю, что всем это знакомое имя, она помогла очень многим артистам стать на вершину, скажем так, и хит-парадов, и не только. Вот, и мы понимали, что нам нужен для быстрого продвижения дуэт с уже известным человеком. И Сергей Зверев случайным образом нарисовался в моей жизни. А режиссер снимал клип Сергея Звереву, ей нужна была главная героиня. То есть нужно было танцевать, нужна была жгучая брюнетка, и она предложила мне сняться. Я говорю, конечно, да, я согласна. Естественно, я делала это без гонорара, хотя, в принципе, как танцовщица, я брала гонорар за свои выступления или участие в каких-то клипах, роликах и так далее. Так я познакомилась с Сергеем. Сергей увидел меня в кадре, я ему очень сильно понравилась, и режиссер, преследуя корыстную цель снять еще один клип, стала как бы содействовать тому, чтобы мы записали совместный дуэт. А Сергею для того, чтобы поддерживать интерес публики, тоже нужны постоянно новые романы с красивыми женщинами. И вот так состоялся наш дуэт как бы по обоюдной любви. Потом так же у нас случилось и с Виталиком. Ты Виталику благодарна за такой дебют, скажем так, ну, вот в украинском шоу-бизнесе? Конечно, благодарна. Я очень много приложила усилий для того, чтобы этот дуэт состоялся. Не оставляй меня не уходи, любя, знаю, что будет снова больно. И всячески-всячески напрашивалась, можно так сказать, на дуэт. А вот расскажи, на тот момент он был такой вот суперзвезда в Украине. И чья это была идея? Как у вас происходил взаиморасчет? Взаиморасчета, как такового не было, случилось все по любви. Причем мы познакомились там забавным способом. Я зацепила Виталика машину на парковке, но тут уже будем умалчивать специально, я это сделаю или нечаянно. Вот. И так мы познакомились, хотя до этого мы друг друга, ну, так глазами видели, были знакомы, в каких-то общих компаниях оказывались. Вот. Потом пришла идея записать дуэт на двух языках, на армянском и на русском. И все эти идеи, которые мы предлагали, показались интересными и Виталику, и его директору на тот момент. И мы решили, почему бы и нет. У Виталика прошлое танцевальное, так как я танцевщица, мы понимали, что мы сможем сделать классную видеоработу, в которой мы будем очень гармоничны, мы очень хорошо смотрелись и смотримся, и дружим до сих пор, поддерживаем отношения. И Виталик один из тех людей, кому я всегда пишу, когда приезжаю в Киев. То есть он хорошо тебе подсветил именно этот дуэт. Да, этот дуэт на самом деле меня вывел на какой-то новый уровень. Я до сих пор считаю, что у Виталика более красивой работы дуэтной, чем со мной не было. И у меня, естественно, тоже. Я до сих пор горжусь этим клипом. Он очень красивый. И очень много поклонников появилось именно благодаря этой работе. Ну, то есть это прям было такое рождение новых звезд, нового дуэта. Это было очень красиво. Погнали! Без комплексов на пилоне. Все, звезды. Какая для меня честь, значит, Варда меня обучает. Готовимся. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пум! Шаг, полетели. Отлично, спина прогнута. Хорошо носочки тянем. Вот нужно еще прогнуть, да? Угу. Ух, загружила. Готовим космических женщин. Так, мне кажется, у меня синяки завтра будут. Есть такое? Не должны, не должны. Нормально, нормально. Не должны. Мы ничего такого сложного не делаем. Теперь мы опускаем ноги. Чик. Чик. Боже, у тебя все так легко. Когда начинаешь делать... Друзья, это очень сложно. Пожалуйста. Комментаторы. Ставьте лайки, да? Ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте лайки, молча. И замах. Крутимся, крутимся, крутимся. Опускаемся. Раз, нога показались. Хоп. Хоп. Отлично. Знаешь, это впервые в программе без комплекса. Я чувствую себя вообще не на своем месте. Столько я вообще не на своей территории. Нет, нормально. Самые неудобные позы. В конце урока. На самом деле у тебя нормально. Все получается. Давай сейчас еще раз. Мы с тобой вот так были. Показали бедро. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратный хват. Поворот. Будем делать вот так. Так. Да, не съезжаешь. Не бойся, прям скользишь. Чуть-чуть. То есть ты послабляешь хват, как будто бы вот по нему скользишь. Получается, что ты вот хоп и съехала. Ребята, но мне кажется, что сколько калорий за одну тренировку? Ну, нормально. Это покруче, чем спортзал. Покруче нам. Ну, я уже просто вспот... Смокрела. Смокрела. Зрители тоже. Давай. Так, значит, и взялась. Да, выталкиваешь ноги вперед. И съезжаешь. Да, и задача все это красиво в прогибе. Угу. Теперь у нас задача подняться из этого положения. Да, и выталкиваешь бедра, встаешь волной. Теперь перехватываешь руку. Да. Теперь ты делаешь шаг. Нет, шаг. А на пилон мы положим с тобой вот эту ногу. И теперь вот такая крутка у нас. Ага, отлично. Супер вообще. Рождена для пилона. Кроме попы. И вниз. Да. Вот так вот как-то, да? Да, смотри. Ты вот эту ногу согни вот так в сторону вот. Чтобы мы с тобой пришли вот сюда. Да, останавливаемся. Съезжай, съезжай. Ай, съезжай, да? Да, вот прям до сюда. Так. Чик-чик-чик закручивайся. Да, закручивайся. Давай-давай. Хорошо, отлично. Давай еще разок. Нам надо эту крутку выучить. Делаю шаг. И полушпагат назад. Вот видишь, скольжу рукой. Ногой, вернее, скольжу. Докрутилась. Отлично. И опустилась. Пам, волосы. Чик. Коленка подтянула. Выпрямила. Из-за пилон оттолкнула. Согнутая. Чик. Чик. Да, и ручки вытянула. И ладошечки, да, красиво развернула. Прогнулась. Отлично. Ну, давай попробуем. Гладим себя богини. Настраиваемся. Готово? Да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пум. Шаг. Полетели. Пам. Бедро показали, присели. Пам. И шаг. Взяли карлика за яйца. Пам. Пум. И шу. Все супер. Первое занятие. Обычно на первом занятии никто ничего не делает. Потому что я знаю, что я талантливая, поэтому все получится. Варда, я так кайфанула. Я очень рада. Сколько калорий мы потратили? Ну, я думаю, что около тысячи точно. Ты знаешь, мне кажется, хочешь прочувствовать, насколько ты сексуально подойти к пилону. Да, да. На самом деле, очень часто девочки говорят, вот я как бревно. Мы прям запрещаем вот так себе называть. И если попадаешь к правильному тренеру, если постараешься, вот выйдешь уже совершенно с другим чувством. Все горит. Икры горят. Внутренняя поверхность бедра горит. И, конечно же, трицепс и бицепс – это то, что самое слабое место у женщин. Ну, супер. Очень круто. Друзья, вы понимаете, что мы сегодня для вас сделали? На шпагат. Ногу вверх. Да. Девчонки, прокомментируйте, ходите ли вы на полдэнс? Если да, то как себя чувствовали после этого? И мужчины, хотели бы ли вы, чтобы ваша девушка танцевала на этом самом пилоне? По поводу пластических операций. Твое отношение, что ты себе делала, не делала? И вообще, как ты себя улучшала по причине своих каких-то комплексов? Потому что мы сразу же встретились и говорили, что вот я позже начала уже, у меня начали появляться комплексы. Я на самом деле не очень хорошо отношусь к популярности пластики в каком плане? То есть это круто, когда у человека есть какая-то проблема, там, я не знаю, асимметрия груди или там, ну, действительно, ну, вот какая-то проблема. Или, может быть, даже ты артист, там, у тебя возрастные какие-то изменения, и вот как-то хочется вернуть все, как было. Но когда красивые девчонки отрезают себе просто вот носы, там, надувают губы и так далее, я понимаю, что мне просто очень повезло. И я, наверное, не имею права их осуждать. Но я, правда, вижу очень красивых девушек, которые ложатся под нож непонятно вообще по какой причине. Порой результат даже хуже, чем это было. Конечно, я не исключаю, что там после родов, если у меня будет очень плохо выглядеть грудь, как человек, который привык к тому, что у меня есть грудь, наверное, я захочу ее восстановить. Но комплексы есть хоть какие-то? Комплексы? Давайте так, по-честному. В последнее время, как бы, я вижу возрастные изменения. То есть мне 36 лет, ну, то есть уже близимся к 40. Я шучу, вот сейчас с подружкой переписывались в Инстаграме, она спрашивает, какое фото твое можно выставить. Я говорю, если там меньше трех подбородков, то это уже удачное фото. Я один раз делала носогубные складки, потому что меня Аня просто замучила. Она говорит, ты посмотри, ты как... Ну, у меня, правда, у меня прям за месяц после развода осунулось лицо, у меня просто все вот так сползло вниз. То есть я столько рыдала, плюс похудела. Ну, правда, плохо выглядела. И я пошла, честно, я ничего не увидела. Она говорит, ну что, стало лучше? Я говорю, да, стало лучше, ты замолчала. Ну, типа, все, как бы. То есть я особо ничего не увидела. Сейчас я немножко набрала вес, получается, и я понимаю, что, как бы, да, у тебя лицо там, ну, там, щеки как бы появились. Вот куда туда что-то колоть? Ну, то есть это будет просто лицо алкоголика. У меня еще лицо, как бы, в принципе, вот притягивает воду очень сильно. То есть я знаю, что сегодня у нас съемка, вчера, несмотря на то, что у меня был праздник, там, день рождения шоурума, я не пила ни капли алкоголя, потому что, ну, это уже будет видно. Если в 20 это было нормально, как у меня подруга, мы говорим, блин, все, просыпаешься, уже помятое лицо. Она говорит, а ее старшая сестра говорит, девочки, подождите, говорит, у меня уже помятое тело. Ну, то есть как бы какие-то изменения происходят. Ну, наверное, главное, как ты себя чувствуешь. Плюс главное, чтобы, наверное, мне кажется, что важно, чтобы были те люди, которые любят твою красоту, вот, внутреннюю. Дай мне тебе ивлеевский вопрос. Размер имеет значение для тебя? Нет, нет. Вибрация имеет значение. То, как тебя чувствует человек, то, что ты чувствуешь рядом с ним. Если говорить на физиологическом уровне, то прелюдия имеет значение, то, какой был день, какое было настроение. Оргазм. Насколько для тебя это нормальная история? Действительно честная, открытая? Или все же иногда в своей жизни тебе приходилось изображать его, как многим женщинам? По статистике это больше 50%. Бывает, на самом деле, когда у тебя тревожный ум, как бы у меня такие состояния тоже бывают. Я не могу сейчас, как бы, думать вот об оргазме, об этой эмоции, потому что у меня, ну, как бы, на повестке дня что-то другое. Вот. И я не могу перенастроиться. Ну, а мой муж, например, сегодня очень даже расположен. Вот. То есть такое, как бы, тоже бывает. Но в целом нет, нет, не изображать. Нет. Вот насколько ты считаешь, что нужно себя прокачивать вот в этом сексуальном плане? Насколько, чтобы быть реализованной в сексе? Для того, чтобы там, возможно, какие-то новые уловки, новые техники изучать? Я точно этим не занимаюсь. И мне кажется, такое открытие для себя, или такой инсайт я поймала, что мужчине хорошо порой не от того, что ты стараешься сделать ему хорошо, а от того, что ты... Как это объяснить правильно? Так не пошло, чтобы... Мужчина кайфует, когда видит, что кайфуешь ты. Ну, условно, там, я не знаю, поза наездницы. То есть очень мало кто, и женщина, как бы, любит эту позу, потому что они переживают, что они не знают, как сделать так, чтобы ему в этот момент было хорошо. А эта поза создана для того, чтобы ты только о себе думала, и чтобы ты руководила процессом, и ты находила так, вот, как хорошо тебе. И если ты вообще не думаешь, как ты выглядишь, а ты просто пытаешься нащупать, вот, чтобы тебе было хорошо, это просто сводит с ума твоего партнера. Вот. Поэтому, как бы, наверное, вот эти все штучки, они должны быть направлены не на то, чтобы сделать мужчине хорошо, а на то, чтобы понять, как сделать так, чтобы тебе было хорошо. Вот скажи, тогда, когда у тебя не было отношений, могла ли ты себе, знаешь, там, заказать мужчину, там, на одну ночь? Или вообще, вот, как ты к такого рода... Нет, ну, если... Нет, мужчины на одну ночь точно нет, как бы, у меня, на самом деле... Ну, знаешь, для здоровья. Это нормально? Нет, честно, я считаю, что это ненормально, хотя у меня такое в практике тоже было, как бы, и это тоже, наверное, опытным путем приходит. Я считаю, что даже если это физическое здоровье поправит, то психологическое, ну, пострадает, потому что все-таки мы, девочки, так устроены, что мы влюбляемся в тех, с кем мы спим. И если вдруг вы неосторожное вот это вот здоровье, как бы, да, процедуру оздоровительную сделали, ну, как бы, вы можете себе просто нанести урон психологический, вы там влюбитесь, уже там, как всегда, мы же на второй секс для мужчин, для мужчин, для мужчин. На второй секс, да. Как бы, да, ну, то есть, вот ты уже... На второй секс, да. Тебе изменяли? Ты сама изменяла в отношении? Нет, я не изменяла. У меня было на практике такое, что если вдруг так случалось, что в моей жизни появлялся кто-то, я приходила и говорила, ты знаешь, вот я ухожу. То есть для меня вот лечь в постель, как бы, после того, как у меня вот, ну, что-то было с другим человеком, ну, я не могу. Для меня наличие другого человека, это сигнал, что тут уже все закончилось. Я шла на эту рюк, девушка, которая танцует стриптиз, а сейчас у меня еще я, как будто знаешь, вот ты такая просто перфекционистка, а святая женщина отличница. Это же как-то неудобно. На самом деле, вот мне очень часто говорят по поводу танцев, что вот мои танцы, они как-то выглядят не пошло и не так, как у других. У меня на самом деле с мужем очень долго не было секса, то есть до свадьбы, практически до свадьбы, правда, почти. Вот, то есть я поняла, что я так устала, ну, мне неинтересны вот эти вот романы какие-то эпизодические. Либо да, либо нет. То есть либо как бы это все серьезно и это к чему-то идет, либо вот это вот опять как бы череда, и мы пьем красное вино на кухне и грустим, как бы, ну, не хочу я уже так. Расскажи о встрече со своим сегодняшним супругом, прекрасный, красивый мужчина, но эта история встречи, она, конечно, даже запечатлена в нескольких твоих постах и это ощущение, как будто ты пишешь уже книгу. Очень многие девочки, да, вот сегодняшние, да, я тоже не исключение, что ты иной раз уже разочаровываешься, думаешь, да, ну, а может я уже его там и не найду, может быть уже нет вот этого, да, там, такого своего партнера, своего человека, потому что, ну, кажется, что это просто уже невозможно. То есть ты работаешь над собой, да, ты тем занимаешься, тем делаешься и вроде неплохо выглядишь. И продолжаешь быть магнитом для уродов, да? Да, вот именно. Да, и ты думаешь, да, вообще пофиг уже все на этих мужчин, уже сама себе реализуюсь, стану такой звездой классной, крутой для самой себя. Вот. Иной раз ты уже думаешь, ну, будет эта встреча или не будет? И вот ты как раз тогда в этих постах очень круто описала свое состояние, что, в принципе, не была готова на эту встречу. Или все же... Нет, я уже была готова, нет, я уже прям подготовилась внутренне, накопила очень много энергии. То есть у меня прям уже, нет, я была очень готова. На самом деле, это был момент, когда я себе сказала, что я уже готова, наверное, да, я уже хочу замуж. А вот расскажи, что это было за момент, что ты поняла, что ты готова? Вот как ты это себе проработала? каких-то вот таких вот одноразовых историй, когда ты понимаешь, что ты просто уже устал тратиться на людей, что это какие-то разочарования. И последние деньги потратила на бокал вина в очень хорошем ресторане и думаешь, ну вот сейчас он подойдет и решит все мои проблемы. Не работает. Вот он не подходит. Вот если ты в отчаянии и у тебя именно только на последний бокал вина, это не работает. На самом деле в моей жизни начали появляться какие-то ухажеры и обеспеченные, и делающие красивые жесты только тогда, когда я уже сама встала на ноги. Только тогда, когда я уже сама стала зарабатывать хорошие деньги, когда я купила первую машину, они появляются откуда ни возьмись. Вот просто откуда ни возьмись. Я искала какой-то душевной близости. То есть мне был нужен человек, вот, ну, душевно близок. Не знаю, как это объяснить. Ну, понятно тебе, что внешне должно прилагаться. То есть в любом случае, ну, как бы взгляд задерживается на красивом мужчине. И, конечно, приятно идти рядом с высоким, статным мужчиной. Мой муж бывший спортсмен профессиональный. И это тоже, наверное, какая-то такая галочка, которая всегда плюсом. Если мужчина, там, спортсмен, как бы, я всегда понимаю, что это ряд качеств, там, трудолюбивый, целеустремленный, там. Вся наша волшебность истории заключается в том, что мой муж подстроил наше знакомство якобы случайное. То есть жену ему выбрала сестра, его сестра сказала ему, что все-то у тебя что-то не ладится личная жизнь, вот эти все девушки, которых ты выбираешь, это все не то. Тебе нужна вот такая вот женщина, вот, смотри, как Варда. Наверное, показала мой инстаграм. Он что-то полистал, он говорит, что вот эта губа отая на трубе крутится, там, как бы, да. То есть тоже стереотипное какое-то мышление сработало, то есть, как бы, нет. Потом получается ему в популярном, там, в актуальном, как я понимаю, начали попадаться периодически какие-то мои видео, он начал заходить, потом он стал читать посты, потом он посмотрел какое-то интервью, такой думает, ну, так интересно что-то, надо как бы приглядеться к ней. Вот. И у него возникла идея, как бы, познакомиться со мной. Он увидел, я выставила рекламный пост фитнес-тура, который организовала моя подруга, он был в Сочи, и я туда ехала. Я выставила расписание, что, значит, в 7 утра мы занимаемся йогой, там, в 8 мы там делаем это, тут пробежка. То есть я полностью, как бы, вот, дала свое расписание, где меня искать? Но это было в другом городе. Что он сделал? Он купил билет, забронировал номер в отеле в этом, и приехал, как ни в чем не бывало, типа, утром на завтраке со мной познакомиться. Вот. То есть он сымитировал знакомство, а мы были большой компанией девочек, все замужем, кроме меня. Как он безошибочно? Меня еще тогда удивляло. Думаю, как это он так безошибочно? Вот именно ко мне. Вот. И что-то он со мной заговорил, и я не хотела ему давать тупер телефона, потому что, опять же, у меня был уже настрой не про курортные одноразовые романы, зачем мне вот эта история в Сочи где-то сейчас познакомиться, потом разъехались. Я говорю, нет. Он говорит, я не из Сочи, я из Москвы. Я такая, ну ладно, думаю, из Москвы хорошо. Мы сейчас тоже смеемся, вспоминаем наше первое знакомство. Я говорю мужу, что ты подходил, спотыкался и заикался. Он говорит, ты что, я подошел как тигр. Ну, как бы мне какая-то такая легкая неуверенность с него, ну, почему-то была очевидна. Он к тому времени, у него опыт уже отношений был? Не знаю, там, брак, дети. Нет, нет, у него ни брак, ни детей. Кстати, это тоже был мой запрос. Не знаю, почему нет в этом ничего плохого, но почему-то я не хотела, чтобы у меня был муж, вот, как бы, с бывшей женой, с какими-то вот этими бывшими-бывшими. Ну, и мне так повезло, что в итоге так и получилось, как я хотела. Ну, история-то какая? Получается, что мы обменялись телефонами, и первое наше свидание уже было в Москве. Ну, естественно, он мне там прислал цветы, вот, что мне очень понравилось. Он очень внимательно меня слушал. Вот каждое слово, которое я говорила, он запоминал. То есть это не в смысле, он вот так на меня смотрел. Казалось, что он не слушал. Но потом на следующем свидании, как бы, я понимала, мы следующее свидание, например, второе у нас было, мы танцевали танго. Я заикнула, что мне нравится аргентинское танго, и он устроил нам свидание, мы пошли учиться танцевать. То есть он пошел учиться танцевать, как бы, чтобы сделать мне приятно. И вот какие-то такие мелочи, его внимательность, они были очень ценные. Он признался мне о том, что сымитировал, как бы, да, наше знакомство, ну, вот так, воссоздал случайное. Через несколько месяцев он мне протянул тетрадку свою, в которой была запись, там, типа, 22 апреля, например, я не знаю, а мы познакомились в июне. И там, типа, написан список, как бы, цели, ну, как мужчины там пишут, я там то-то, то-то, я там вот это. Я думаю, ну, наверное, он мне хочет, там, похвастать своими намерениями, там, своими целями, чтобы я видела, что у него, там, большие цели, как бы, ну, так обычно делают мужчины, когда хотят понравиться женщине. Я такая читаю, и, значит, там, в списке в апреле месяце написано, что я хочу познакомиться с Вардой. И я листаю, в общем, листаю, и там каждый день я познакомлюсь с Вардой, познакомлюсь с Вардой, то есть, и с момента, вот, как он написал, то есть, там, прошло три месяца условно, то есть, три месяца, как бы, и за несколько дней до знакомства он начал писать это уже в настоящем времени, что вот я познакомился с Вардой. И он, Он как бы, я не хотел как бы от тебя это скрывать, то есть я хотела, чтобы ты знала. Ну, как моя подружка Руда, она говорит, я бы сбежала, говорит, но меня бы это очень сильно испугало. Ну, наверное, если бы он мне сделал это на втором свидании, я бы тоже сбежала, подумала, сумасшедший. Но так как он все это выдержал, как бы его адекватность была уже очевидна. И он говорит, я не сумасшедший, то есть я не то, что там все, это любовь всей моей жизни. Я хотела заглянуть тебе в глаза. Я хотела посмотреть в твои глаза, я хотела поговорить с тобой. Ну, и потом, наверное, череда наших свиданий и заглядывание в глаза, вот как бы перевели к тому, что мы стали мужемужемой. Как вы быстро съехались? На самом деле, ну, как бы мы оттягивали интимный момент, как бы долго, пока не понимали. Сколько? Полгода? Ну, больше даже чуть-чуть. Серьезно? То есть вы прям так? Да. Ты вот так учила? Это прям прекрасно было, вообще столько свиданий вообще. Так мужчина старается. Слушай, ну, он сильно хотел, конечно, прям. Да, ну мы уже когда поженились, а потом говорит, ну мы же могли не жениться. Я говорю, нет, не могли. На самом деле, соединение произошло быстрее, благодаря такой не самой приятной истории. У меня был кот, которого я из Украины забрала, получается, туда. Этот кот прожил со мной 5 лет. Он реально был со мной прям в горести. В самые трудные времена мы там с ним на поезде катались. И он заболел, получается, я уезжала тоже в какой-то из фитнес-туров. И я оставляла ключи, чтобы он его кормил. И он прям уже плох был, кот. И он мне говорил, ну, что типа вот он прям дожидается тебя. И так получилось, что кот как бы вот нас соединил. Потому что я пришла домой, и кот лежал уже все, то есть окаменевший. Я не могла даже в квартиру войти, то есть я очень сильно плакала. И вот он остался тогда у меня ночевать. И вот так мы стали уже вместе жить. И через какое-то время, ну, буквально недолго, через месяц, наверное, он сделал предложение мне. Как он отнесся к твоей профессии? Вот, в принципе, глобально. Вот насколько... Ну, ты уже... Да, нет, я танцевала, конечно. Но у меня сейчас что? Сейчас чем я занимаюсь? У меня есть свой женский клуб, в котором я организовываю мероприятие. Вот я сейчас шучу, что у меня свой такой шоу-бизнес там, да, внутри моего клуба. Мужчинам вход в этот клуб воспрещен. Я по долгу своей службы должна выставлять видео из этого клуба, как я танцую. Периодически в начале звучали, типа, ну, может, тебе как бы уже и не надо эти танцы. Но я как бы сразу четко дала понять, что нет, в этом вся моя жизнь, в этом вся я. Ну, то есть этот пилон, он мне дал все вообще. Это стержень, опора там, я не знаю, я не могу от него отказаться. То есть я ничего такого не делаю, как бы танцы мои не пошлые. Ну, как бы, нет, ну, то есть это будет. Вот, поэтому как бы тут исключено, как бы уже никаких моментов нет. Вы проговаривали по поводу там какие-то опасения? То есть проверка телефонов, вот эта вот ревность, как она у вас срабатывает? Ну, нет, вообще такого нет, как бы, ну, честно, как бы, мое пространство, мое пространство, его пространство, его пространство. Честно, я не из тех, кто будет лазить в телефоне. И даже если говорить о неудачном опыте в плане там своего первого мужа, я не лазила к нему в телефон, я это почувствовала. То есть женщине не надо лазить в телефон. Если она ничего не чувствует, значит, не надо ничего искать. А вот если ты уже чувствуешь, то можно и не искать, как бы, то есть уже да, ну, вот как ты чувствуешь, так оно и есть. Поэтому, как бы, ну, нет, душевное спокойствие, я абсолютно спокойна. Муж тоже, очень, надеюсь, спокоен был, во всяком случае, как бы, ну, не знаю, может, конечно, я ложусь спать, и он проверяет мой телефон, но нет, вряд ли. Ну, я вся как на ладони. Какой за танец первый муж просил нас танцевать? Ой, это вообще забавная история, я смеюсь, как бы, ну, на самом деле первое мое выступление муж увидел вот сейчас на пятилетие нашего клуба, 12 октября, нам было 5 лет, и мы решили впервые в истории клуба допустить мужчин на наш девичник. И чтобы не нарушать концепцию, как бы, да, не пускать мужчин именно в наш клуб, мы арендовали отдельное помещение, кабаре, очень красиво, с профессиональной сценой, вот, и туда пришли мужья наших клиентов, в том числе и мой муж. Вот это был его первый, ну, такой нормальный танец, а первый ненормальный танец был, когда я пыталась, значит, у нас в гардеробной стеклянная дверь, она такая немножко тонированная, и в моей голове, значит, там я включила музыку, и я себе представила, что он видит вот в этой двери такой силуэт, и я, значит, так танцую, и это все так красиво, контровой свет, там, и все остальное. Оказалось, что я, видимо, плохо рассчитала вот эти световые эффекты, и что в этот момент он не видел ровным счетом ничего, то есть он видел какое-то черное пятно и дрожащую дверь. Он реально через какое-то время, он говорит, ты что, там застряла? Он подумал, что я то ли мою дверь, то ли пытаюсь выйти, и я говорю, ты обалдела, я вообще-то очень сексуально только что танцевала. Не знаю, насколько это будет корректный вопрос, да, то есть даже иной раз, когда тебе его задают в инстаграме, ты всегда как бы пресекаешь, говоришь, ну сколько же можно, что это за вопрос, по поводу деток. По поводу деток, нет, это на самом деле нормальный актуальный вопрос, мне кажется, нужно поднимать это, говорить об этом. Я никогда за свою жизнь не была беременной, то есть я не делала абортов, я не знаю, каково это быть беременной. По каким-то причинам, непонятным мне, мне не удается забеременеть, то есть у меня там были какие-то обследования, то есть вроде бы все нормально, а вот как бы пока не получается. То есть опять же, мы не занимались этим вопросом прям вот так, чтобы вот ходить с утра до вечера по врачам, вот, наверное, конечно, там часики тикают, и ты как бы сейчас думаешь, но опять же, ты ставишь себе какие-то там планы, там типа из серии, давай ремонт доделаем, сейчас переедем, потому что ну куда, как бы вот я сейчас. То есть, конечно, в ближайших планах это есть, конечно, я очень хочу и, как все мои подписчики, очень сильно желают, чтобы я размножалась, чтобы после меня осталось еще много маленьких бардануш. Вот, муж мне на первом свидании сказал, что нашу дочку будут звать Аннушка, кстати, Анна. Это имя его бабушки, его воспитала бабушка, поэтому для него это главный человек в его жизни, ее уже не стало, и вот как бы в память о ней. Так что если у нас будет девочка, ее будет звать Аннушка. Ну, Варта, ты же наверняка смотрела мое интервью с Василисой Фроловой, которая рассказывала. Да, я с меня очень подушевила, да. 43 года она родила своего прекрасного сыночка. Да. Фолиевая кислота. Да. Правильный мужчина, правильный вечер, понимаешь, какие-то обстоятельства должны еще сложиться. Да, ну, на самом деле, конечно, вот последние все обстоятельства, которые происходят в мире даже, конечно, это стресс. У меня даже поселился некий такой страх, что я никогда не испытаю чувство быть матерью, типа, вот как это быть матерью. И мы тоже с психологом там обсуждали, говорили, и понятное дело, что отчасти для меня мой клуб – это тоже как будто бы ребенок. Где-то это как бы подмена, да, вот такого. Вот. И тоже с этим разбираюсь, как бы тоже глубоко изучаю этот вопрос. Мне интересно наблюдать за собой, как бы понимать себя, вот, какие-то скрытые свои стороны. Как ты относишься к суррогатному материнству? Я, кстати, посмотрела тоже один из выпусков, коллега твоя делала. Очень круто, что поднимают эту тему. Меня, конечно, ужаснула история того, что в России суррогатная мать вправе как бы не отдать ребенка. Она, хотя биологически она абсолютно не является его матерью, а в Украине вполне адекватна. Муж мой вообще говорит, так это же вообще замечательно, это же можно 15 детей. Ну, то есть как бы нормально. Я истинно тебе желаю, чтобы все у тебя получилось. Спасибо большое. Если верить астрологию и нумерологию, то вот этот год как раз для меня сулит материнство. Класс. Варда, ну что, я, конечно, очень тебе благодарна за очень открытый разговор. Ты действительно очень открытая, такая же, как и в социальных сетях, как вот мой друг за дружкой следил. Вот я тебе желаю, вот ты сейчас занимаешься духовным развитием, мне кажется, это очень важно для каждой девушки. И ты вот настолько в правильном направлении, от тебя вот просто веет вот этой очень теплой энергией. Вот я тебе желаю реализоваться как мама, как хорошая супруга, в общем-то, как девушка-достигатор, self-made woman. У тебя это все есть, и вот пусть реализуется та твоя большая мечта. Вот, я тебе искренне этого желаю. На самом деле, спасибо. У меня вот, когда мне было 18 лет, я написала такой список своих целей, там было 27 целей. Из них не исполнилось только две. Это рождение ребенка и поездка в Венецию. Вот, так что у меня осталось только два таких маленьких пунктика для того, чтобы прям вот все свершилось. Спасибо большое. Я тоже тебе желаю большого количества просмотров, лайков и успехов. И хорошего мужчину. Да. Я тебя послушала, я вдохновила. Спасибо. Друзья, если вам это видео понравилось, оно точно понравилось. Мы очень круто танцевали, да? Да. Поставьте обязательно лайки и прокомментируйте. Давай зададим какой-то вопрос нашим зрителям. Там в подписчиках, те, кто будет смотреть наше видео, больше... Незамужних? Незамужних, да. Давайте, так, больше 30 кому, и кто не замужем. Давайте, так, те, кому за 30, замужем или нет. Да, если замужем, расскажите свою историю, где вы встретили того самого. Дайте нам рецепт, пожалуйста. Я уже свой рассказала. У меня просто так получилось, что муж все сделал за меня. Может быть, вы знаете другие рецепты. Да, так что мы вам благодарны, если вы напишите свою историю. Вот. Спасибо огромное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.